Добрый день! Приветствую всех на сайте нашего сервиса. В данном видеоуроке я покажу вам, как интегрировать наше решение с GitHub. Перейдем в GitHub. Здесь у меня уже создан аккаунт. Нажмем Create Repository. Нужно ввести какое-нибудь имя. Пусть будет Hide Test. Нажимаем Create Repository. После этого нужно либо вручную создать файлы вайта, либо загрузить предварительно скаченные. Я до этого уже скачал шаблон Bootstrap, который будем использовать в качестве вайта. Поэтому мы просто копируем его файлы к нам в GitHub. Пока файлы копируются, мы займемся хостингом, где будет лежать сам JS файл. Ну и непосредственно генерация этого файла. Итак, хостинг для примера возьмем Biget. Здесь у нас подключен данный домен. К нему прицеплен сельсертификат. И давайте перейдем уже непосредственно к созданию. Вводим здесь HTTPS название домена. И на файл назовем скрипт PHP. До этого у нас введен уже ключ. И в качестве offer page указана наша тестовая страничка. Гейфильтр укажем RU. Больше никакие настройки трогать не будем. Нажимаем скачать файл. Файл скачался под именем индекс 10. Но как вы помните, мы его назвали скрипт PHP. Поэтому скопируем это название, дабы в будущем переименовать наш файл. Идем в Biget. Нажимаем загрузить файлы. RU. Индекс 10. Открыть. Загрузка. Загрузили. Переименуем его сразу. И давайте откроем эту страницу в браузере. Здесь у нас offer page окей. Геофильтры мы настроили до этого. Страница статистики в данном видеороке нам не особо интересна. И непосредственно код, который нужно вставить в GitHub. Копируем его в буфер обмена. И возвращаемся в GitHub. Файлы уже загрузились. Идем в самый низ. Нажимаем commit changes. После того, как все завершено, открываем файл index.html. Нажимаем редактировать. И после хеда вставляем наш код. Идем вниз. Commit changes. Дальше идем в settings. Листаем вниз. В source. Нам здесь нужно выбрать master branch. После того, как мы это сделали, у нас будет выдана страничка нашего вайта. Прежде чем перейти и проверить, нам нужно отключить режим настройки в файл клаки. Поэтому открываем файл скрипт. И меняем on на off в четвертой строке. И сохраняем. Ну что ж, теперь давайте проверим, что нас отправит на black. Как мы видим, нас редиректнуло на black. Все работает корректно. Также мы можем, например, изменить режим с редиректа на iframe. Сохраним. Давайте еще разочек откроем. Как мы видим, теперь у нас URL не меняется, а black все так же подгружается поверх. Вот, в общем-то, и все нюансы работы с гитхабом. Дополнительные настройки вы можете посмотреть в других обучающих видео. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, данное видео было полезно. Всем пока.